все не получается да что-то новое да там еще не были до никуша ну зачем ты туда лезешь ники нам пора уже разговаривать а ты все сбиваешь и сбиваешь смысле всем большой большой привет мальчики и девочки и не знаю правильно или нет начинать наше приветствовать с того что мы прячемся и веселимся всем огромнейший привет от ники луны и голос за кадром папа валера мальчики и девочки всех всех с огромным огромным праздником с великим праздником я поздравляю вас с днем победы и кто если не знает это день победы в великой отечественной войне которая произошла с 1941 по 1945 год мне хочется поздравить всех с этим прекрасным чудным праздником и который для многих из нас он является великим я думаю для всех он должен являться великим потому что благодаря нашим для кого дедам для кого прадедом для кого прапрадедом для кого-то бабушек также прабабушек прапрабабушек сегодня мы с вами можем общаться сегодня мы с Мы с вами можем иметь все то, что необходимо для того, чтобы жить, дышать и процветать. Всех с этим великим праздником, праздником Победы. Ну а кто если не знает, эта Победа состоялась в 1945 году. Она правда чуть раньше произошла, но окончательный акт о капитуляции фашистской Германии, был подписан 9 мая. Дорогой ценой далась эта Победа. И я думаю, что в наших сердцах эта благодарность тем людям, которые отстояли эту Победу своими жизнями, которые нам дали будущее, благодарность никогда не должна прекратиться. Потому что благодаря им, я еще раз повторюсь, сегодня мы с вами дышим, живем и процветаем. Я думаю, ораторов сегодня вы по телевизору слышали намного круче, чем я. Поэтому еще раз с праздником, и мы перейдем к теме наших поздравлений. Те, которые ожидают, кого мы хотим поздравить сегодня. У нас девочка одна есть. Написано, что она дружина капитана. И насколько мне дает понимать мои языковые знания, дружины, я так понимаю, это жена капитана, если в переводе с украинского языка. К сожалению, не знаю, как вас зовут, но я вам пожелаю счастья, здоровья. Я вам пожелаю, чтобы ваш капитан был рядом с вами. Я пожелаю, чтобы вы каждую минуту, каждую секунду ощущали его присутствие в своей жизни. И не только на ментальном уровне, но и на физическом уровне. Я вам пожелаю, чтобы все раздоры, все войны просто закончились для него. В мирном, естественно, понимании. И чтобы он в ближайшее время, если он не с вами, чтобы он просто объявился в вашей жизни, пришел крепко-крепко обнял и сказал «Здравствуй, любимая». А если он уже рядышком с вами, ну, чтобы, может быть, он после того, как услышит эти слова, подошел, обнял и сказал «Я люблю тебя, моя красавица». Счастья, здоровья вам пожелаю. И мирного неба над головой. Радости и веселья. Девчонки, присоединяйтесь, присоединяйтесь. А еще сегодня у нас день рождения у Валентины. И, к сожалению, к огромнейшему сожалению, мы не знаем, откуда она. Знаем, что ее юзернейм заканчивается на 4984. Вот на такие четыре прекрасные цифры заканчивается. И все, что мы знаем о ней, мы знаем, что она очень любит цветы. Ну, я понимаю, что каждая девочка любит цветы. Правда, я встречал таких, которые говорят, нет, я не люблю цветы, но когда ты появляешься с цветами, почему-то они их принимают. Ну, по крайней мере, никогда у меня не получалось получить букетом по фейсу, как говорится. Вот. А Валентина любит не просто цветы, но она их и садит. Ухаживает за ними. И у нее прекрасный-прекрасный сад. А еще мы знаем, что она любит наблюдать за облаками. Что у нее прекрасные-прекрасные внуки. И да, я не хочу сказать, кого она больше любит, я этого не знаю. Но я уже упомянул, она любит наблюдать за облаками. Валентина, счастья, здоровья вам. И я вам пожелаю, чтобы вы еще долгие-долгие годы наслаждались ароматом цветов. Видели, как распускаются в хорошем смысле слова ваши внуки. Распускаются, я имею в виду, не от рук отбились, а от того, что они просто цветут, наполняются сил, открывают себе все творческие возможности. Что они становятся все лучше и лучше с каждым днем для самих себя. Ну и, естественно, для вас. И пожелаю, чтобы ваш взор еще долгие-долгие годы наблюдал за этими облаками. Наблюдал за этим небом и давал вам возможность просто вот... Не знаю, что вы там видите, но это приятное зрелище, когда можно понаблюдать за облаками и пофантазировать. Когда можно там кого-то разыскать, увидеть. Много чего можно. Счастья, здоровья, любви вам. И всех-всех-всех благ вам. А также, у кого сегодня день рождения, мы поздравляем вас с вашим прекраснейшим днем рождения, тем более в эту прекраснейшую дату. В день победы 9 мая. Мы пожелаем вам, чтобы вы одерживали победы всегда, во всем. Во всех направлениях. По всем фронтам вашей жизни, если таковые имеются. А также, у кого сегодня именины, мы поздравляем с праздником имени вашего. Мальчики, девочки. Вот события есть какие-то сегодня в этом дне, но знаете, самое главное событие это то, что реально мы с вами можем дышать, мы с вами можем наслаждаться общением друг с другом и процветать. Поэтому, не знаю, как-то неуместно мне было здесь рассказывать еще о каких-то событиях в этом дне. И мы с девчонками так подумали, сказали, давай мы не будем очень сильно загружать сегодня людей. Кто-то может на парад, хочет посмотреть, кто-то хочет просто побыть с родными, провести время. И поэтому они мне сказали, скажи всем, вот сейчас, говорит, я занято, просто у меня серьезные дела, мне надо утку разгрызть. Поэтому скажи, пусть мальчики и девочки напишут слово «Победа», а нам будет приятно. Поэтому, мальчики и девочки, с днем Победы вас. И от вас слово «Победа». Вот такое вот домашнее задание. Наслаждайтесь. Самое главное, я думаю, в этот день помните. Помните тех, кто нам доставил эту победу. Потому что, знаете, иногда, так, маленькие размышления от папы Валеры. Иногда я задумываюсь над тем, а что было бы, если было по-другому. И знаете, вот все вот эти мемы, все вот эти вот приколы, сейчас бы жили в Германии, и все такое, было бы хорошо, были бы у нас машины крутые. Ну, есть категория людей, которые любят ругать Советский Союз, правительство Советского Союза, ну и все такое. И восхвалять то, что, сожалеть о том, что в итоге не поработили нас немцы и не сделали свое государство на нашей территории. Я имею в виду именно фашисты. И националисты, да? Нацисты. Но люди просто заблуждаются, у меня такие слова, по той причине, что их бы вообще не было. Потому что их предков бы просто поставили бы к стенке или сожгли бы в каких-нибудь концлагерях. От кого можно было бы выжать какие-нибудь там соки, выжали бы где-нибудь на рудниках, а потом бы их там же и оставили. Поэтому все это, на мой взгляд, все это чушь, все это бред, если бы мы там были. И здесь мультик мне сейчас помнился. Таите, таите, нас и здесь неплохо кормят. Не нужны нам ваши таити, да? Вот. Поэтому, я думаю, мы не должны забывать об этом, что сделали для нас наши деды, наши предки, и быть благодарны к ним. По крайней мере, я точно знаю, что мои два деда, они дали мне возможность сегодня снимать это видео и делиться любовью с вами. На этом мы, наверное, вам скажем сегодня пока. Пока, пока, до завтра. Пожелаем всем-всем хорошего настроения и всего вам самого наилучшего. С Днем Победы вас, родные!